Претендентов на премию Алтын-Журек 2014 было около сотни. В их числе как простые казахстанцы и иностранные граждане, так и крупные организации. Перед организаторами встал нелегкий выбор. В итоге в каждую из 11 номинаций попало по три претендента. Почему именно 11 номинаций? Эти номинации тоже были придуманы не просто так. Это все основные социально уязвимые категории. Сироты, инвалиды, ветераны, спорт, культура, образование. Это все то, что нужно нашему обществу для полноценного развития. Среди номинантов премия Алтын-Журек телеканал Хит-ТВ. Больше года назад в нашем эфире стартовал социальный проект «Омер Сюремен. Буду жить». Благодаря этой передаче многие нуждающиеся получили помощь от неравнодушных людей. Я немножко хромала. Теперь, когда иду сзади, все смотрят. Нога слишком кривая. Ходить неудобно. Ровно стоять не могу. Прыгать, бегать тоже не могу. На велосипеде мне нельзя кататься. На роликах тоже. Подружки все всегда бегают, прыгают. Я тоже хочу всегда бегать, прыгать. Хочу быть, как все нормальные дети. В этом году организаторы премии ввели новшество. Это у нас народное голосование, которое мы официально объявили на нашем официальном сайте Алтын-Журек, премии Алтын-Журек. Поэтому любой желающий мог поставить лайк, можно так сказать, на номинанта, который действительно, по его мнению, достоин данной премии. Президент фонда Бау-Иржан Жулды Сумарбекова подчеркнула, что казахстанцы стали активнее заниматься благотворительностью. В этом году за счет меценатов и спонсоров построено 5 или 6 медицинских пунктов. Я не могу сказать поликлиники. Поликлиники – это 200-300 мест. Это такие медицинские пункты. Две школы, детский сад. Оснащены дома культуры. И бесчисленное количество отремонтированных кабинетов в школах. Церемония вручения премии Алтын-Журек 2014 состоится в Алматы 27 октября.